Тревожные симптомы заболевания щитовидки, которые нельзя игнорировать. Медики поделились информацией о щитовидной железе, которая должна быть известна всем. Здоровье щитовидной железы способствует нормальной работе человеческого организма в целом. Щитовидка – это тот орган, который имеет прямое отношение к гормонам, вырабатывающимся в организме. Если с ним происходят какие-то неполадки, то происходит гормональный сбой, что влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем. Симптомы нарушений в работе щитовидной железы. Первое. Резкое похудение или наоборот набор излишней массы тела. Если вы похудели или поправились, но ничего не меняли в своем образе питания, то скорее всего проблема в щитовидке. Второе. Увеличение шеи напрямую свидетельствует о заболеваниях щитовидной железы. Наблюдайте за своим телом и тщательно осматривайте его на наличие уплотнений и каких-либо новообразований под кожей. Три. Ухудшение состояния кожи, ногтей и волос может говорить о проблемах с щитовидной железой. Заболевания, возникающие из-за нарушений работы щитовидной железы. Первое. Снижение уровня активности щитовидки и невыполнение ее основных функций является заболеванием под названием гипотиреоз. Если вы стали постоянно ощущать усталость, у вас начали выпадать волосы, масса тела с каждым днем становится все больше и больше, то причина в гормонах. Вам их не хватает, поэтому следует обратиться к доктору, чтобы лекарственными препаратами вылечить гипотиреоз. 2. Увеличение уровня тех или иных гормонов говорит о том, что ваша щитовидка гиперактивна, а это уже заболевание и называется оно гипотиреоз. К основным симптомам гипотиреоза относят излишнюю эмоциональность, появление агрессии, смену настроения, выделение большого количества пота в состоянии спокойствия, тахикардию, тримор и т.д. 3. Появление опухолей на шее, сопровождающихся сильным сухим кашлем, болью в горле, как при заболеваниях горла, затрудненным глотанием и прочими неприятными симптомами, называют узелковым зобом. Данное заболевание щитовидной железы лечится медикаментозно. Если узелковые новообразования достигли слишком больших размеров, тогда врач принимает решение удалять их с помощью оперативного вмешательства. Если вы заметили на своей шее шишки непонятного происхождения и проявление симптомов, описанных выше, незамедлительно обращайтесь к доктору. 4. Рак щитовидной железы очень похож с узелковым зобом, но он гораздо опаснее, так как узелки являются злокачественными. Отличить онкологию от доброкачественных узлов может только врач. Обычно злокачественные узелки имеют более плотную твердую структуру, но простому человеку без медицинского образования сложно будет определить и поставить верный диагноз. Симптомы рака щитовидки носят более серьезный характер. Появляется высокая температура, головокружение, боли в голове и горле, озноб, в некоторых случаях тошнота и рвота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...